Ну, я не буду оригинальным, когда начну с того, что год был уникальный. С какой точки зрения уникальный? Мы привыкли к засухе. И как-то все наши помыслы, цели, задачи и принятие решений управлеченских, хозяйственных на цель на то, чтобы удействовать влаги, поэтому мы подбираем сорта, высыраем свою агротехнику и тому подобное. Какие-то затраты несем, чтобы в конечном счете сработать с прибылью. В этом году, в год мы входили с дефицитом влаги, и так получилось, что мы как бы юг Ростовской области, ближе, тем более хозяйство, которое занимается семеноводством, оно на стыке трех государств, собственно говоря, Калмыкия, Ростовская область и Сальчане. И у нас там до наивитра, его реально слышно, прям даже еще два хозяйства на одном районе, но если бы там не работал, сам бы своими глазами не видел, он никогда бы не поверил. Один и те же сорта, ну там 20-30 километров, ведут себя по-разному. А почему? Потому что температура разная. Немножко ложбиночка, немножко застойные, казалось бы, южнее, а возвратная холода, ложбинку ложатся, немножко температуры минусовые больше. Но когда возникает вегетация, идет набор температуры, полградуса, четверть градуса, но растение так устроено, что оно реагирует на длину дня и на набор температур. Поэтому все фазы проходят в более ускоренном виде. Те же самые сорта на одних, трех дозах удобрения, все будет сделано при контроле одного агронома, как разность одного фактора, а факторы там южнее, теплее. Сорта ведут немножко по-другому и созревают, и, соответственно, процессы, которые внутри растения проходят, всегда проблем с протеином нету, всегда с натурой проблемы. То есть долго пытался разобраться, а в чем же все-таки питание. Даже селекционеры немножко заводили вдруг в тупиковый путь, говорили, что это запалы, засуха. Мое большое убеждение, это все-таки не совсем еще овладели всеми элементами технологии. Мы вот приводим сравнивание, сравнимое. То есть вот коллега говорил ЖКУ, ну это очень опасный путь по листу работать. В этом году, да, большая влажность, это да. Но когда дефицит и точки росы нету, и влажность воздуха в течение дня 30%, ну а каких-то можно листовых спалим на раз-два. Мы, например, уже в последнее время от карбамидов ушли не получается. А 30 лет назад, когда трудовую деятельность, я плавый делал. КАС с селитрой и работали там, как говорится, до 30 килограмм. А сегодня, когда влажность всего здесь нету, это уже как приступная халатность. Можешь обратный эффект получить. Ну, слава богу, сейчас есть какими элементами управлять. Поэтому продолжу, что переулажнение. Отсюда в нашем хозяйстве, в принципе, были беды и проблемы. Хотя мы в среднюю урожайность по прошлому году получили ту же самую. Один центр это в условном уменьшении, это, считай, погрешность на 15 тысяч товарных посевов. Но потенциал года был больше. Как распределять небо возвратных холодов, как распределять осадки. Да, были пасмурные серые дни, да, были дожди, которые мешали поле физически туда зайти, как говорится. Но все равно там, где, например, ну, мы немножко другой подход, у нас нету сил и возможности. И структура не выделена, она, например, именно закладывает большое количество сортов и экспериментов. Мы тоже ведем там какие-то, но мы больше направлены на адаптацию. Как у нас все это выстроено? Есть у нас 3-4 базовых сорта, на которых мы товарные посевы сеем, как говорится. Потом мы смотрим тенденцию, куда идут, с селекционерами общаемся, что, чего, количественные, качественные показатели. И потом мы берем на к себе несколько сортов и испытываем. Если они подтвердили разово, мы к нему присматриваемся. Второй раз мы начинаем вводить какой-то процент на смену основным базовым сортам. И потом, только если он на протяжении 2-3 лет проявил себя, тогда вот это у нас базовые сорта. И так же дальше идет. Но мы сюда делаем в увязке под нашу технологию, под наши возможности. Что я подразумеваю под возможности? Это кадры подготовленные, это обеспечение финансирования, это техника, которая может выполнить все поставленные задачи. Ну и теоретическая часть обоснования. Поэтому, если мы будем все перепроверять, нам жизни не хватит. Есть такие моменты, которые, если, например, селекционеры говорят, что они произвели выборочно к сорту, до 36 грамм масса 1000 семян, уроженность растет, потом она стабилизируется. И дальше она не зависит от, что Алексеевич 38 будет или 45, там их 10% наверное можно отбить, потому что они относятся к крупнозерным сорта. Ну то есть, нет смысла перепроверять, просто надо это правильно пользоваться и все. Поэтому, ну, я презентацию с собой не взял, просто немножко к другому формату был готов. Но у нас победила в этом году победа 75. Вот она везде проявила себя. 90 центов она дала. На втором месте Аграфак 100 и на третьем Ахмат. Поэтому то, что так... Ну все остальные сорта, та же Тимирязевка, те же Эмма, школа, они все рядом, там 2-3 центера, как говорится. Вот как работает технология. Ну здесь было, я повторюсь, сделано все, вот как я хотел. То есть, невзирая на дождь, применяли там агроприемы, чтобы не смыло прилипать или как-то. Если надо, значит надо. Вот как сработали технологии. Практически по болезням нету. Я не хочу рекламировать там, чем работаем в товарных, чем работали там. Это однобоко будет. Просто, скорее всего, к препаратам нету сегодня нареканий. То есть, там, Щелокова, Август, там, или Байер, как говорится, или Сингента. Просто, когда думающий агроном правильно это применяет, он понимает, чем он будет. Не по шаблону. Как говорится, сказали, спустили сверху, в такую фазу работаем. Ну это сложнее, это сложнее. Вот почему я говорю, чтобы даже овладея технологией, нету исполнительных, которые доберутся до конкретного поля, посмотрят и принят решение. И не будут бояться, что им дадут по рукам, потому что директивы спущены другими, работают. А вот тогда будет получаться то, что на делянках, на демонстрациях, как бы. Поэтому, повторюсь, то есть, центр мы от прошлого года по товарным посевам ушли, по демонстрационным, наоборот, прибавили. То есть, потому что потенциал года был. То есть, влага это основа всему. Ну, просто, ну, мы, как говорится, тоже получали информацию, консультируясь, где-то совещаясь. Поэтому, вот как бы так вот, сложности. Но у нас технология построена таким образом, что мы уже третий год, наверное, четвертый, ну, если начинать с опыта, может, пятый год, мы перешли практически на ЖКУ. Ну, у нас внутрипочвенное, мы не по листу работаем, а внутрипочвенное внесение, ЖКУ. Точно так же и КАСа мы работаем, внутрипочвенное. Мы вооружились так, энергонасыщились, что, в принципе, мы можем. То есть, мы работаем очень плотно. У нас есть своя агрохимолаборатория, потому что... Вот здесь лично меня спросите, вот у тебя есть определенная сумма денег. Какой ты элемент технологии выберешь? Я всегда говорю, питание. А эти... Всегда хлопать, уже нравится, что побольше, побольше удобрений. То это даже не сорт. Потому что любой сорт на низком агрофоне, ну, никогда он не раскроет свой потенциал. Поэтому нужно провести землю в состоянии, чтобы оно более... Я не говорю, что там за область, а потому что с увеличением доз, там вложение денег уменьшается. Ну, чтобы на стабильный финансовый результат выйти, какой-то выйти средний урожай, чтобы экономическая деятельность, хозяйство было в долгосрочном плане успешное. Поэтому, когда мы закладываем опыт, мы просто анализируем максимальное получение урожайности, потом затраты и доходность. То есть, хотелось бы, конечно, получиться максимально урожайность, ничего не влаживая, но так не бывает. Потом смотрим, как вложения, насколько они окупаемые, вложения и доходная часть. И трейд еще на направлении, это вот то, что я вижу. ЖКУ работает эффективнее, чем сухие. Но стоимость ЖКУ, потому что один завод или потому что монополия, она как бы завышена. То есть, мы покупаем, на сегодняшний день, оно на 2 рубля дороже, чем Амафос. Но даже цену не могу озвучить, потому что они меняются. Они за последний месяц, как сорвались с тормозов и идут куда-то в небеса. Полтора месяца можно было Амафос 39 купить, сейчас, по-моему, он или 50, или 55, даже не мне, уже и переменялся. Точно так же и ЖКУ. Когда-то оно было чуть дешевле Амафоса, но в основном оно почему-то дороже. А Амафос можно, конечно, ямыть, когда оно не востребовано или переполненной емкости, ловить. Ну, это все равно, как бы, поймал, не поймал. Но в общей сумме, если мы же отбираемся до посева, внесли, динамика по листу смотрим, в лабораторию возим, смотрим. То есть, возумело место, что мы не внесли или не возумело, растение у нас обеспечено по содержанию элементов питания в листе или нет, как говорится. Потом смотрим, а что мы в конечном, через год, а зима по зимой 7, а что у нас осталось. И вот то, что видим, за счет того, что высокий коэффициент использования в ЖКУ, то есть, мы, как бы, если раньше, внося Амафос, мы, как бы, жир накапливали, то сегодня, внося ЖКУ при тех дозах, как бы, ну, в цене, имеется в виду, в ДВ будет меньше, мы и проедаем. То есть, почва уменьшается. Вот это, что я вижу. Значит, рано или поздно мы вывалимся из всех комфортных условий, когда у нас была беспредельная стабильная урожайность. Урожай. То есть, это всегда нужно думать при переходе. По листовым, как говорится, это еще, начиная работать, в 92-м году мы применяли ЖКУ. Ну, там влияет температура, влажность, ну, это как-то комфортный климат был, что ли. Поэтому мы делали один к трем ЖКУ разводили, и 100-150 до 200 литров рабочего раствора выливали. Но подовые можете посчитать, сколько. Она такая делась, окрашенная, слизневая такая, пшеница. Потому что фосфор даже ничего не сделает, они как бы еще как фунгицид работают. То есть, немаловажно. Но это мы делали в фазу кущения. Ну, если по задоксу, наверное, 29-31 фаза. Вот это самое оптимальное, когда по фосфору холодная земля, провал идет. Один раз, да, один прием. Да, 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 да. Ну, вы сами знаете, что провал идет, когда почва холодная по фосфору. Поэтому, если с осени не были накормлены, то лучше в этот период. Потом лист широкий, раскрывается и практически. Но тогда не было лаборатории. Тогда не могли мы отследить содержание. Насколько мы подняли по листу, как оно плавно потом и в какой период, например. У нас же критическая фаза, например, 39-я фаза по задоксу, когда озерненность, как говорится. Вот в этом году то, что мы наблюдали, почему теперь вязерка провалилась, Алексеич. Ну, в принципе, благородной сорта там. Я не могу за победу сказать. Она как бы у меня впервые была. То есть, по году говорит, что вот она такая хорошая. Ну, да, вот коллеги подтверждали, что она лидия. Но Демирязевка уже на 5 лет, наверное, она всегда была. Первая, вторая, третья, первая, вторая. А в этом у них просто озерненности не было. Поэтому к натуре вопрос, как бы дискуссии с боровиком. Отток, неотток был, не был. Озерненности не было. Факторы повлияли это немножко раньше. Вот, вот, вот. И не только Демирязевка. Или позднее применили, запаздывали. Может, может, наверное. Ну, давайте так, если в физиологии растений, то есть, озерненность будет, ну, немножко раньше она формируется. Поэтому, вот, что тогда произошло. Просто ответы, ну, это прям явно заметно. То есть, от 3-4, там, от 5 зернышков в середине колоса. И мечтать не проехалось. Через зернется, через 1-2 колоса вроде бы выполнены колоса. Но он тоже формировался немножко раньше, заваживался. Казалось бы, биомасса стоит вот-вот-вот. Будет. А получилось то, что получилось. Растение, как бы, прореагировало. А почему? То есть, это или питание. Ну, не совсем, наверное. С гербицидами. Гербицидами повлияли. Или пасмурный день. Ну, скажите, вот это все понемножку. Не бывает, вот, скажи одно деяние. Не бывает технологий, особенно в агрономии. Даже когда получил, сложнее повторить это. Вот сложнее. Даже если ты понимаешь, а если еще не разобрался, случайный эффект по каким-то причинам, то это вообще, ну, я же делал, как в прошлом году, а эффект другой. То есть, вот, вот, поэтому. Вы сказали, что потенциал урожайности был выше, чем тот, что в итоге вы получили. То есть, ожидали большего урожая. Вот на ваш взгляд, когда этот урожай был потерян? Во время дождей в уборку? Или еще ранней весной? Где была эта точка невозврата? Да, спасибо. Да, спасибо. Точка невозврата была осенью 22-го года, когда мы принимаем решение. Если отмотать немножко, цены были совсем низкие в 22-м году. То есть, поэтому мы уже отталкиваем все-таки от себестоимости. И была опасность, что мы влаживались, там какие-то космические цены. Аммофос был за 60 рублей, там ЖКУ, Селитра, КАС, там все какие-то денег стоили. И мы немножко, ну с осенью немножко повторять, потому что посмотрели, в поле приличное содержание, немножко начали сокращаться. Плюс еще осень была сухая, поздние посевы. Ну мы и практикуем поздние посевы, то есть уходим там от клеща, чтобы, как говорится, меньше болеют, и как бы сократили регуляторы роста, морфорегуляторы. То есть мы очень плотно работаем. И в этом году это была большая ошибка, потому что хотела себестоимость. Ну в чем можно сидеть? То есть сидишь и смотришь, вот есть технология, ну в чем можно быть? Ну давай попробуем. Мы же не видели полеглых хлебов. Ну может они действительно не полегают? Может быть и не надо работать? Вот даже я себе в это поверил. Ну смотри, ну 3 года, я же не вижу полеглых. Как хорошо, 7 тонн, 8 тонн на корме не полегает. Когда-то я видел 30 тонн, ну давай сэкономим. Сэкономим. Единственное только оставил на, ну это как бы я всегда, у меня хорошее пословище, зверь своим глазам, на семенных, потому что здесь шутковать и рисковать не будет. И когда ранее полегали, все, если пшеница рано легла, не ждите там ни качества, ни количества, потому что там фитонагрузка другая идет, плюс проводящая система, вот там уже нарушаются эти токи. Поэтому сказать одно, как бы всего понемножку. Плюс накладки вот этой вот дожди, когда мы не могли в поле зайти, как бы. Единственное, мы сориентировались с протеином, потому что и в азоте мы сократились, ну давайте вырастим 12 протеин, цены, разницы нету по прошлому году, большой. В этом году за качаным зерном очередь стоит, его берут как улучшение. И мы спровоцировались, пользуясь лабораторией, диагностикой, что низкое содержание азота идет и соотношение фосфора-азота-калия и не в сторону азота. И мы быстренько сориентировались, когда еще можно было. И листовые подкормки применили, как бы. И... Ну азотными утопрениями. В поздней фазе, уже когда после цветения идет на налив, формирование зерна, как говорится. И поэтому... А здесь мы не сэкономили. А здесь мы не сэкономили, потому что прогнозируем уже, обобщаясь с коллегами, уже понимаешь, что к чему идет. Когда уже фузарю полыхал, то есть лист сгоревший был уже от болезней, как бы прогнозируем. Мы уже видели озерненность, общаясь с одним, вторым, с третьим, мы уже понимали, что последнее, что, скорее всего, качественное зерно, даже с другими регионами, что будет востребовано. Потому что у зернотрейдера переходящие были низко качественное зерно в прошлый год. И они ждали, что придет хорошее зерно, мы смешаем. А уже у зерозолота было, что нет. И мы вот как бы у нас потом протеин, даже, например, школа, это сейчас вот, опережая ваш вопрос, что в чем проблема, вот будут дефицит семенами, не будет, но мы работаем слепую. То есть, мы не знаем, ну, есть там вот, например, по Краснодарскому краю, мы больше туда заточены, ставили, Красная Ростовская область, юг, там у них, говорят, большие посевы под Таней, хотя она уже районирована с 2005 года, а люди от нее не отказываются. Они адаптируются, говорят, мне только Таню дай, и мне больше ничего не надо. Потом Гром и, по-моему, Алексеевич. Вот на сегодняшний день Алексеевича у нас нет, он у вас распродан. То есть, он распродан. А его, то есть, в количестве 4 тысяч тонн, а сколько вообще его потребность? Поэтому я и так его сел, 600 гектар, по 60, выход будет, 3600, ну, давай за пасеком, как бы, его весь забрали. А другие сорта могут быть остаться, они будут переведены, или надо их хранить, но это издержки, или надо переводить в товарное зерно и реализовывать, как говорится. Поэтому даже та же школа, она меньше 13,5, протеина у нас нет, хотя она фильтр, не сильная пшеница, поэтому это все рукотворно. Азот можно нагнать, и уже в последний момент, как бы, можно, как в последний вагон, зайти. Вот как бы так вкратце. Вы выращиваете пшеницу в системе наутил? Да. Да. Вот в связи с этим вопрос, ну, наутил славится тем, что там большое количество пожневых остатков, они могут передавать инфекцию, поэтому у вас интересно спросить, вы заметили ли вы, что какие-то сорта имели больше устойчивость к болезням, чем другие, вот именно генетическую, или вы работаете одной схемой по всем сортам, одна из-за защиты для профилактики? Смотрите, да, мы работаем в наутиле, ну, во-первых, наутил никто еще не дал точно определения, но разное чтение и даже в законодателях, то есть прямой посев, без обработки, как бы, и тому подобное. Поэтому у нас, можно сказать, комплексный подход, например, мы, когда сеем пшеницу на семена, там у нас, как бы, химический пар мы оставляем, и за год практически солома в труху, плюс мы граблями еще движим ее, чтобы контакт с почвой всегда был, как бы, поэтому нам все приедете к посеву через год, после химического пара, там не скажут, что это наутил. Товарные посевы, да, ну, мы не сеем, а зимой по зимой, потому что, ну, в наутиле можно в качестве эксперимента, конечно, и получается иногда, но там, в связи с компанией, большие затраты. То есть, что мы сказали, азотное удобрение повыше нужно давать, потому что то, что мы видим наверху, плюс еще то, что в земле стабилизационный азот надо давать, как бы, там уже, как бы, экономика, но если отдельно поле взять, вот сказать, посеять, например, по рапсу, по льну, по гороху, то есть, ну, там, одна будет себестоимость, если взять, например, азимой по зимой, системе наутил, там будет другая себестоимость, потому что там действительно нужно и качественные протравители применять, но мы без фитоэкспертизы ничего не делаем, потому что тоже вопрос звучал, будет риск, не будет риск, риск будет всегда, если человек не пользуется инструментом, что я подумал под инструментом, когда не берет анализ почвы, не знает, на каком агрофоне он сеет, не берет запас продуктивной влаги, не прогнозирует, ну, хотя прогнозировать по погоде, то тут не спрогнозируешь, как говорится, не везет семена свои, там, как говорится, если у нас берет, то мы у нас строим фитоэкспертида, есть, мы рекомендацию можем и даем, как говорится, потому что мы заинтересованы, чтобы люди возвращались, они говорили, ваш еланчик не дал, потому что фермер пришел, в одном хозяйстве, у меня что-то в этом году вывалится, а что, да я по нему еще не давал, ну, а что ты от него ожидал, если ты его посеял и забыл, как разник сортов, технологии, ну да, ну да, нет другого, а такого же сорта нету, чтобы во все сроки посева с разной густотой, еще без питания, вот такой еще никто не вырастил, как говорится, поэтому защита только через всю диагностику у нас идет, то есть и листовыми пользуемся, фитопатологии, то есть и отборы почв, то есть поэтому, как бы Вы еще упомянули, что берете сорта, их анализируете, и анализируете при этом затраты и доходность сортов, можете сказать, насколько сильно меняются затраты на разные сорта, какие лидеры по рентабельности? Не совсем так, Вы меня поняли, что я имел в виду, сорта, сорта, ну в принципе технологии, вот коллеги могут сказать, что сильно не сэкономить, больше предшественник влияет, и прошел дождик, условия создались для распространения болезней или вредителей, и все, поэтому то, что мы делаем, мы идем на снижение, все-таки, вот если Вы меня спросите, риск, ты посеешь 2 миллиона, и получить в дефиците влаги, и на следующий год, я просто интуитивно, не уверен, что такое не будет идеально по увлажнению, или 4,5 миллиона посеешь, я скажу, я 2 буду сеять, потому что риск, да, при разреженных, я могу там 1-2 центра недополучить, но когда загущенный будет, особенно еще ранний посев, поздняя осень, могут раскуститься так, что я наоборот потом за дефицитологи не получу, поэтому здесь, скорее всего, не к сортам, какие самые рентабельные, потому что это все-таки на уровне хозяйства принимается, но нету такого сорта, чтобы ничего ему не делать, и он и не болел, и вредители у него не поражают, в этом, проблем с клопом не было, но это же не к сорту, как говорится, мы должны предъявлять какие-то, а скорее всего, потому что пасма, дождливо было, для него не очень было комфортно яйцеклад делать и тому подобное, то есть мы сокремнули на инсектицидах, но зато перерасходовали на фунгицидах, потому что у нас стабильно всегда двукратная фунгицида защита, а в этом году на семенах семенных посев пришлось трехкратно делать, потому что такие погодные условия сложились, поэтому, если хоть, вот мое видение, если крестьянин хочет сэкономить, то есть, например, сегодня сорта, школа, которая, ну, супер накустится, то есть ее можно даже 50 килограмм посеять и раскустить, но опять же, если дать повышенный азот, а еще ее подсадить регуляторами, то тогда можно добиться шикарного, а сюда, если посчитать стоимость инфектицида, фунгицида, ой, протравителя, вернее, ну, получишь, ты как же, поэтому, да, есть сорта, которые болеют сильно, но они не снижают урожай, например, гром, гомер, они вот как бы поражаются сильно пятнистостями, ну, стан у меня был до этого, то есть, почему мы сменили его на еланчик, еланчик больше нравится, например, который менее подвержен этим пятнистостям, хотя это не факт, что из-за пятнистости, потому что там бывает и болезнь, а бывают еще микроэлементы, пятнистостям, тоже надо идти, какие пятнистости, по питанию, по несбалансированным микроэлементам, или же это все-таки листостебельные болезни, и насколько они будут снижать урожай, здесь сорта будет еланчик, как бы он практически не очень такой язвим, поэтому, как бы так вот все, все очень сложно, и все очень оцифровать, вот сделать и так, я вам сказал, я повторю, повторяюсь, даже сам, когда получаешь результат, и потом пытаясь его повторить, не всегда получается. затраты на протеин оправдались, как качественная и лучшую цену в цене? да, ну вот смотрите, на дополнительный азот мы потратили 2000 рублей на гектар, а сегодня между, вот мы уже продаем пшеницу, в цене 2 рубля 80 копеек разница, вот считайте, вот есть у нас протеин, который идет, он идентифицирует, мы инфратеком сразу каждую машину по партиям, есть, например, 12,5 стандартных, все, за него сегодня 15 рублей дают в складе, с НДС, вот так, как говорится, а уже есть продали повышенным протеином, 14, но есть еще и 15 лежит на складе, тот вообще там косимические деньги сейчас предлагают, вот за 14 протеин полтора процента, разница 2,80, а на 6 тоннах, вы считаете, 12 рублей, да, да, это было правдно в этом году, в том году разницы такой не было, она там 100 рублей была, или 10 копеек, поэтому и мы же хотели, давайте 12, зачем азот дополнительный, а когда поняли, что, и собрали информацию, мы общаемся с ребятами Воронеж, агрономы такие, а как у тебя, как у меня, и то есть общаясь, мы понимали, что куда идет с институтом, что идем, не очень хороший, плюс еще, когда начали брать листики, даже у соседа, давай посмотрим, он еще не делал, может и нам так, ничего не соберем, ага, а листиках там ничего не содержится, а теперь сосед сидит, говорит, у меня 11 протеина, он никому не нужен сегодня, понимаете, а его надо было еще в последний вагон попасть, ну там 2000 потратить, как говорится, то есть, в мае, важно определиться, нужно будет зерно, высокопротеинное, никогда не определимся, то есть, понимаете, не угадать, это трейдер, теоретер хитрят, никогда не скажут, просто косинная информация, когда один, проверял склады, у них там зерна лежит, фуражного, значит, ага, значит, как, значит, они ждут хороший протеин, разбавить, и 12 туда, а это покупали по 8 рублей, прошу, по 6 рублей, ага, значит, будет, ну в том году, у всех получилось, а в этом году идет такой год, что болезни есть, полегло, я просто проезжаю, так раз на край, лежачие поля, уже все, можно прогнозать, что не будет там качественного, пшеницы, то есть, там натура точно уже, не будет, но по протеину, это уже, скорее всего, по натуре будет вылетать 5 класс, да, вот и все, поэтому вот эти вот, поэтому вот мы что играем, и в семеноводцы нету заявок, хотя бы слагом год, ребята пришли, сказали, давайте мы, мы бы запустили программы, под это, а так получается, кого-то много, кого-то мало, а кого-то, а кого-то еще говорит, не, не, мне Таню дай, я вот еще буду 20 лет сеять ее, вот ничего мне не говорю, не хочу я новых других, вот как вот Ермак, тоже старый проверенный сорт, и он когда-то еще был лидером на Целинском городском участке, там 115-120, вот до сих пор люди усеют, но я наверняка же думаю, что есть более лучшие сорта, но они не адаптяты к технологии, а люди не хотят меняться, вот у меня так все строит, это дел вот по старинке, за плугом, сейлка за сейлкой, опрыскиватель, и ничего не будет, ну он имеет право, имеет наверное, раз у него экономика бьется. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,